РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Всем здравствуйте! В программе «Мама знает всё» новая героиня. Но прежняя ведущая. Добрый вечер. Здесь Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Российский Футбольный Союз, инициатор данного проекта, поддержал его Газпромбанк. Сегодня у нас в планах вновь внедриться в отдельно взятую российскую семью с целью понять, как воспитываются чемпионы, как у родителей, в частности, у мамы хватает терпения, сил, времени и мудрости помочь своему ребёнку стать сильнее, активнее и в итоге успешнее. В нашей студии сейчас мама российской футболистки Елены Тереховой. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы прямо-таки взялись за женский футбол в этом сезоне программы. Считаю, что это очень верно, потому что данный вид надо популяризировать, продвигать, надо говорить о его прекрасных представительницах чаще. Елена Терехова не так давно завершила свою игровую карьеру, теперь она тренер. Ирина, в каком году Лена ушла с поля? Три года назад. Надо признать, что ушла Лена с большим количеством трофеев. Могу перечислить только некоторые достижения, потому что их очень много, но основные. Четырежды чемпионка России, обладательница Кубка России, неоднократная серебряная и бронзовая чемпионка страны, в 2005-м победительница молодежного чемпионата Европы Ю-19 в составе молодежной сборной России, ну и так далее. И так далее, и так далее. Самое эксклюзивное, если так можно сказать, звание для российской футболистки – это чемпионка Соединенных Штатов Америки. Именно таковой стала Лена Терехова в 2007-м году, и об этом событии мы обязательно поговорим отдельно и очень подробно. В общем, я так понимаю, Ирина, медали и Кубки дочери занимают в доме несколько полок. Да, много очень. А бывали какие-то эпизоды, когда было особенно обидно вот за дочь, что о ее успехе, о ее талантах, достижениях знает не такое уж и большое количество людей? В моем окружении все знают. Ирина, а сталкивались вы с тем, что люди, возможно, даже из вашего близкого окружения, вообще отрицают эстетику женского футбола, не принимают его всерьез или считают, что, ну, девушке не пристало играть в мужскую игру? Нет, 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 нет. У меня таких нет. И даже никаких прецедентов? Нет, никаких, никогда не было. Ни с кем не приходилось спорить, доказывать. Никогда, нет. Это хорошо, вам повезло. Да, Ирина, вот некоторые мамы, которые уже были у нас в студии, честно признаются, что сами изначально были сильно против того, чтобы дочь увлекалась футболом. А у вас как? Вы одобряли? Да, да, я была в шоке, честно сказать. Ну, у нас папа, папы у Лены уже нету давно, он начинал с ней заниматься. Ну, потом, раз такое дело пошло, мы тоже подсуедились. Подсуедились, стали, да, 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 да. А почему были против? Ну, как-то у нас не было такого, чтобы, ну, допустим, я художественной гимнастикой занималась и пробовала Лену водить на карате, и пробовала на гимнастику водить, ничего у нас не получалось. А вот этот вот футбол, сначала с ребятами играла, потом ее заметил Сергей Анатольевич Томилин, вообще шикарный тренер, просто шикарный тренер. О влиянии футбола на успеваемость, девочек, поговорим подробнее с первым тренером Еленой Тереховой, Сергеем Анатольевичем Томилиным. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, рад слышать вас. Я вас тоже. Сергей Анатольевич, уже в конце 90-х у вас был свой женский класс по футболу, при этом, вот, наверное, популярность женский именно футбол только сейчас набирает обороты в нашей стране. А что с ним было в то время, и как вообще у вас образовалась женская команда в 90-х? В РФС была такая структура, ассоциация женского футбола России, его вообще возглавлял. Он приехал к нам в Воронеж, вот, ну и открыл такой филиал РФС, в Воронеже была конференция, меня выбрали директором ассоциации женского футбола Воронежской области, ну и мы сразу начали проводить соревнования. Вначале у нас сыграло там шесть команд, потом у нас собралась основная команда детская энергия, при футбольном клубе энергия, куда лучше девочки, вот, изо всех областных команд поступали, тренировались, играли, переходили во взрослую команду, вызывались в молодежную юношку, сборную и так далее. То есть у нас в то время хозяйство уже было достаточно большое, в 90-е годы в Воронежской области женского футбола. Лена Терехова – это третья наша команда. Когда она к вам пришла, 9-летняя девчонка, папа ее привел, вы же ее сначала не взяли, сказали, что, ну, наверное, еще рановато, да, было начинать, но взяли ее координаты и сами перезвонили через год? Да, я папе дал мяч, говорю, вот вам мяч, прямо достал из мешка своего, с мячами, говорю, вот, тренируйтесь пока дома. Но она была абсолютно маленькая, первый раз, когда папа ее привел к нам на тренировку, совершенно маленькая была. Она попала на тренировку команды 1984-1985 годов рождения. Ну, она была восхищена, конечно, упражнениями, тренировками. Ну, еще прошло какое-то время, только через год. Вот мы начали такую команду создавать в ее году, 1986-1985 год рождения. И вот прям вообще, это то, что было, то, что нужно. Она, потом Елена Данилова, Анна Кожникова, Олеся Машина, чуть попозже нам добавили, Слен Морозова, там, и так далее, и так далее. То есть звездное поколение. Сергей Анатольевич, а получается, что девчонки вообще в футболе чуть позднее начинают, чем мальчишки? Тех же чуть ли не с 4-5 лет уже берут в спортшколы? Ну, вот у нас такая методика, она сейчас еще работает. Вот где-то вышла из наших направлений около 15 мастеров спорта международного класса разных возрастов. Мастеров спорта, человек, наверное, 50, за 32 года работая уже. Вот. Но нам тогда еще немножко повезло, потому что нас запекал футбольный клуб «Энергия». Мощнейший клуб того времени и по финансам, и по структуре, и по базе, и по своей. Вот. И девчонкам было куда стремиться. Потому что контрактная система уже была, как бы, вот был клуб, была возможность с ним играть, выходить в основном в составе. Были такие игры, где наших выпускников на чемпионат России выходило по 5-7 человек в основе за «Энергию» в те времена, то есть своих воспитанников. То есть у вас кузница кадров очень серьезная в Воронежской, получается? Ну, получается, да. Пока был клуб, была кузница. Клубами встала, вот и кузница. Теперь выкачует по всей стране кузница. Чем-то Лена выделялась, может, вспомните ее какие-то сильные стороны, которые чем-то удивила вас, что-то сказала, что-то ляпнула. У Лены была такая склонность к такому интеллектуальному футболу. То есть умение создавать голевые ситуации из ничего. То есть два-три касания до мяча, и у чужих ворот уже жарко. То есть, понимаете, это не каждому дано. Вот такой природный дар, я не знаю, ну, не знаю. Вот ребенок, короче, в любой команде он был очень полезен. И более старше, мы иногда призывали играть с более старшего возраста. В 2000-м, что ли, году мы поехали на МРО в Калугу. Так она за 7 игр умудрилась там 20 мячей наколотить. 20? Ирина, вы помните этот момент? Да. Помню. А что с ней произошло тогда? Что сорвалась девчонка-то вообще, 20 мячей наколотила? Ну, вот так получилось. А Данилова что? Вы чем ее кормили в то время? А Данилов, они подъехали к полуфиналу, в финалу. Мы тогда выиграли это первенство. Вот, они с Леной Морозой были еще задействованы в старшей команде. И туда уже ближе к полуфиналу приехали. Вот, помогли нам в полуфинале, в финале сборной Москвы одолеть. Сергей Анатольевич, вы, наверное, это вспоминаете тоже сейчас? Какие-то абсолютно такие счастливые времена, такая радость, такая энергия, да? Ну, да, в принципе. Мы всем нашим детям рады. Тренер должен всех помнить и все помнить. Вот, мы с ней недавно разговаривали, я поднял такие нюансы, которые, как бы, это самое. Может быть, только тренер один и помнит уже. А какие именно? Вот, ну, про то, что вот как мы с мальчиками. То есть, к нам была добавлена одно время команда мальчиков, таких ярких, талантливых мальчишек. Да, у них там проблемы с тренировками, они с нами буквально два года были. И девчонки, когда на тренировках выходили играть после тренировки, в начале все время проигрывали. То есть, мальчишки играют, девчонки сидят, да? Потом, когда полтора года прошло, уже как бы все на барбарные девчонки играют. Девчонки, которые выиграют, они играют. То есть, мальчики выходят, проиграют, садятся. Вот, и был какой-то матч, мы играли в два круга, и девять команд мальчика было, и одна команда девчонок, вот энергия. И последняя игра была за первое место, них осенью. Девчонки выиграли 3-1. И это был шок, конечно, для родителей мальчишек. Просто мальчишки не знали, что девочки эти будут чемпионами Европы через некоторое небольшое время. Поэтому вот они так удивлялись тогда. А сейчас народ уже не удивляет. Все было не зря. Спасибо вам огромное. Очень приятно было познакомиться, очень приятно было пообщаться. Действительно, вы нам дали очень хороший такой тон для разговора, для продолжения нашей беседы про Лену Терехову. Ну, в общем-то, многое становится понятно, когда понимаешь, какой у футболистки был первый тренер, и какую огромную роль он сыграл в ее карьере, в ее жизни, в ее понимании футбола. Спасибо. Сергей Анатольевич Томилин был у нас на связи. Всего доброго, удачи и побед вашим воспитанникам. До свидания. Ирина, и все-таки расскажите нам вот честно, в каких-то моментах проявлялось ваше, ну, не самое сильное желание, чтобы Лена была футболисткой на первом этапе? Мешать ему никто нет, нет, нет. Возили по очереди, возили, она и с ребятами играла, все принимали участие дома. А Лена вообще дисциплинированная девочка или сложно было управлять этим ребенком? Не сложно было, нет. Потому что она училась хорошо, она пошла в первый класс, она все это знала, все считала, читала, и она приходила со слезами, что я больше не пойду в школу. Почему? Потому что мне неинтересно. Они не умеют ни писать, ни считать, а я все это умею. Вы с ней работали так до школы, что ли, получается? Ну, получается, да. Я сама работала в детском саду, и вот ехали, когда на работу возили, мы все дома считали, нумерацию домов, все это. То есть в первый класс она пошла уже полностью подготовлена. Ей там было не очень интересно, хорошо, хоть потом футбол появился. Да. А Лена, один ребенок в семье? Да. А вы вот ее когда-нибудь наказывали? Были строгими с ней? Ну, бывало, конечно. По какому поводу чаще всего? Ну, приходишь домой, раньше же телефонов-то не было, приходишь домой по всем дворам, бегала, ее искала. И как долго могли не находить? Ну, быстро находили. Где играет в мяч, там она. А, то есть это все было на футбол завязано в любом случае? Да. Надо было искать мальчишек. И там Лена Терехова. Да. Понятно. Мама знает все. Это только начало откровения. Сейчас ненадолго прервемся, продолжим через несколько минут. Как воспитать чемпиона? Мама знает все. И расскажет на Авторадио. Продолжаем, друзья. Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». В нашей программе сегодня мама российской футболистки Елены Тереховой Ирина. Ирина, как часто вы сейчас свидетесь с дочкой? Напомню, что мама живет в Воронеже, а дочка в Москве. Раз в два месяца я приезжаю сюда, в Москву. Но сегодня у нас случай особенный. А, сегодня случай особенный, да. Благодаря нашей программе вы сегодня встречаетесь, возможно, не запланированно, но, я думаю, только с еще большей радостью. Елена Терехова, многократная чемпионка России, чемпионка Соединенных Штатов Америки, обладательница еще целого ряда титулов, прямо сейчас появляется в нашей студии. Лена, привет. Добрый вечер. Лена, очень приятно познакомиться с мамой. Пообщались, теперь пообщимся с тобой. Расскажи, ты любишь вспоминать свои первые годы в футболе? Да, это очень интересно. Всегда вспоминаешь с доброй грустью, с ностальгией, с улыбкой. Любим поспоминать, как и с подружками, и с мамой посидеть, пообщаться. Я люблю позадавать вопросы, потому что многое, что-то выпадает из памяти. Я говорю, а это что? А почему так? Да что ты меня спрашиваешь? Я уже не помню. Я говорю, а кто помнить будет? Еще когда в праздники собирались, был караоке, приходила Лена Данилова, и какую песню они пели. Команда молодости нашей. Мы до сих пор поем ее. Вы-то участвуете, Ирина? Пели, да. Да, все себя пели, правда. Лена, ты, наверное, на матче в «Спартак-Динамо» подпевала? Мне кажется, я одна стояла, так улыбалась, потому что многие на меня так и посмотрели еще. Это же прекрасная песня вообще, правда. Пользуясь случаем, мы можем действительно поздравить Лену, потому что Лена в данный момент представительница футбольного клуба «Спартак», а «Спартак» тут взял Кубок России. Был это такое большое шоу, такое совмещенное еще и со столетием «Спартака», опять-таки, да, так что принимай наши поздравления. Спасибо, да. Это действительно очень круто было. Лен, а ты вообще помнишь, в какой момент у тебя вот в голове случился поворот в сторону футбола? Это случилось, мне кажется, просто как какая-то судьба. Ну, когда мне попал мячик в ноги, и когда я поняла, что есть вообще секции футбольные, а еще есть тем более еще и женская футбольная секция, то все. Ну, то есть я не помню этого момента, но я понимала, что другого в жизни я больше не хочу. Ну, а вот как ты относилась к куклам, к всяким вот таким девичьим развлечениям? У меня не было, у меня были мячи, столеты, конструкторы, да, то есть мне нравилось вот такое вот что-то мальчишеское. Ну, при том, что я общалась не только с ребятами, как бы и девчонками тоже, но вот во дворе, да, чаще всего меня находили в компании с ребятами. Есть такое поверье, что дочь повторяет судьбу матери. Ваши судьбы похожи? Ну, я там понимаю, что Ирина, конечно, в футбол не играла, по первым данным, но вообще по приоритетам в жизни, по целям, задачам, по успешности, по личной жизни вы похожи, мама и дочка? Ну, не знаю, отчасти, я так думаю, что в любом случае что-то пересекается, но в плане спорта, да, здесь нет, здесь у меня карьера спортивная вообще просто от и до. И она продиктовала, соответственно, какие-то нюансы по организации собственного жизненного пространства. Безусловно, да, ну и как бы мама рано достаточно, да, вышла замуж, ну, как еще по тем временам, родила меня в 20 лет, получается, у меня как бы с семьей не складывается, поэтому здесь, ну, расходятся все равно какие-то моменты. Лена, а какие еще у тебя были увлечения помимо футбола? Ну, если уже брать чуть осознанную, да, жизнь, то мне нравилось фотографировать, у меня есть диплом, я закончила школу, даже выиграла выставку финальную, да, со своей работой. Кстати, сфотографировала Аню Кожниковой, и наша работа, она победила. Ну, это такие как бы нюансы. Подожди, а твой стиль фотографии, что ты выбираешь, что ты фотографируешь? Я люблю фотографировать людей, мне нравится передавать настроение, то есть тематика, например, была такая забавная, там, они расстались с парнем, и нужно было показать, что он потерял, ну, то есть как бы сделать классную фотографию. Да, фотографии хорошие были, да. Да, и я, ну, как бы долго увлекалась, ну, если так брать потом, люблю автомобили, люблю поездки, путешествия, общение животных, да, тоже. Лена, а тебе в юности хотелось быть на кого-то похожей, на какую-то артистку, певицу, спортсменку? Ну, я на тело от Эминема просто безумно, у меня в комнате висело 55 постеров, я еще помню, спрашивала, а можно мне наклеить один плакат? Мне сказали, да клей, все равно тут ремонт делать. И все, после этого моя комната была сплошь завешена им, ну, вот, у меня были его кассеты, я слушала его песни, переводила. Кстати, благодаря ему я начала хорошо знать английский, так что. Помог в жизни, да, пригодилась, как говорится. Пригодилась. А вот, слушай, мне интересно, такую ассоциацию, Коля, у тебя все равно художественное мышление есть, если про фотографию говорить. Вот твоя мама похожа на какую-то всем известную героиню из книги, может быть, из кино, вот какая-то такая ассоциация. Алиса Френдлих, может быть. Алиса Френдлих, кстати, кстати, вполне возможно. Типаж, типаж. Мне просто она очень нравится, поэтому, ну, такое-то такое. Я думаю, Людмила Хурченко. Ну, или Людмила Хурченко, кстати, тоже, да. Похоже, похоже, правда. По ее отношению вот ко всему в жизни вот она такая. Лена, правда, вот в каком-то интервью твоем читала, что ты до того, как пошла в женскую команду к первому тренеру, не знала даже, что есть женский футбол в мире, в городе у вас. Вообще не представляла, что есть женские команды. То есть для меня это было вообще шоком. Мне когда учительница физкультуры говорит, Лен, может, ты сходишь, там, секция футбольная есть женская, что ты на физкультуре, ты бегаешь? То есть благодаря ней я узнала, что такая есть секция. Нет, ну перед этим ты ходила уже к Тамилину. Это она меня туда направила. Нет, 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 а когда к мальчишкам? Так это мальчишеский был секция. Мальчишеский, да. Я играла с ребятами, но я не знала, что есть женская команда в Воронеже. А только потом я уже узнала. То есть они меня позвали, я начала с ними тренироваться. Петр Дмитриевич был тренер. Вот. Это дворовый, да? Нет, это секция была «Кристалл». Уже мужская команда, ребят. Кстати, очень хорошие у него воспитанники тоже поиграли много где. Ну, просто он как бы был предтренером, перед Тамилиным. Но, по сути, Тамилин первый тренер все равно, я считаю. То есть ты понимала, что тебя тянет к этому виду спорта, но не знала на тот момент, что, в принципе, уже что-то организовано, что секция для девчонок существует. Это просто было, ну, мое любимое увлечение. Я туда в 7 утра мы вставали, ехали в Манеж. Там было ужасно холодно. Мы тренировались в шапках, там, в перчатках. Еще помню, папа рассказывал историю. Они стояли, смотрели и с папами обсуждали. И один из пап говорит, ой, вот этот малой, шустрый, хороший паренек, а папа, это дочка вообще-то моя. Ну, там непонятно, в шапках все. О, ничего себе, классно как. Ну, то есть вот такие дамы были. А с папой по телевизору футбол смотрели? А, да, безумно любили смотреть с ним футбол, с Спартаком. Как раз следили, болели. На то время это был вообще просто топ-команда. Ну, как бы и сейчас. Но я имею в виду, больше всего за нее болели. И брали грузные палочки, лимонад и вот этот просмотр матча. А мама ходила, мешалась, убиралась. Ее разжигало всегда перед футболом. Надо было подместить, что-нибудь полы помыть. Мы говорим, да хватит убираться, надо посмотреть. И папа тоже лимонад? Да, ну, бывало. Пиво, конечно. Просто я впервые слышу, что болельщик Спартака садился. Нет, даже любил все сладкое. Он очень любил сладкое. И, наверное, у меня в него это все. Он мне вот тоже вместе со мной. Мы с ним по лимонаду, правда. Ну, как бы бывало, конечно, как мужчина. Он выпивал, но со мной лимонад. Слушай, ну, все равно, даже когда ты поняла, что существуют секции для девчонок, где собираются там тебе подобные, где же там конкретно занимаются, воспитывают. Ты все равно же не предполагала, что, наверное, ты станешь профессиональной футболисткой? Вообще в мыслях не было этого. То есть я, когда пришла на секцию, мне просто хотелось играть. Мне просто хотелось учиться, пробовать. Мне нравилась компания, когда я познакомилась на первой тренировке с Леной Даниловой. До сих пор помню длиннющую косу. Стоим с ней. Привет, я Лена. Привет, я Лена. И все. И так вот наша дружба зародилась очень крепко. До сих пор дружите на всю жизнь. Да, да. А ты вообще в детстве кем мечтала стать? Ну, не футболисткой. Нет, не футболисткой. Ну, у меня были разные какие-то там свои варианты в голове. То кинолог, то адвокат, то еще кто-то там. Не знаю, что я говорила, когда я хотела кем мечтать. Ирина, вы кем представляли дочь вот в ее будущем? Хорошо бы, чтобы она стала журналисткой. Журналисткой, да? Да. Это ваши были такие тайные планы, да? Понятно. Лен, а в Воронеже много девчонок были увлечены футболом вот тогда, когда ты пришла только в секцию? Ну, на то время было несколько команд, да. Мы приехали на первый турнир. Нашу команду только создал Сергей Анатольевич. Нас было пять человек. Мы приехали, нам еще, помню, форму дали на размеров пять больше. А у Ленки Данилы вообще не было обуви спортивной. И у нее при малейшем ударе ботинки слетали с сеты. Ну, это как бы вот по первому времени действительно у нас не было ничего вообще. Вот нас собрали вот с простого. Но тогда еще и купить-то было сложно, да? Так не было, да. В том-то и дело. Она брата взяла обувь и пошла играть. И мы на первом турнире всех их там уделали. И воронежские команды в шоке. Типа, мы тут тренируемся по два-три года, а вы привезли команду из пяти человек. А она нас всех сразу же выиграла. Ну, и тогда мы поняли, что все. А когда больше было девчонок в футболе, вот тогда или сейчас в Воронеже? Сейчас, сейчас, я думаю, больше. Ну, хотя в Воронеже не знаю сейчас, мне кажется... Даже не слышно. Да, в Воронеже как-то печально. Я знаю, что там занимаются, есть секции, но в Москве сейчас... Ну, ведущий был, да, конечно, Томилин. Ну, да. В Москве сейчас много, много девочек занимается. Вот даже недавно прошел фестиваль среди девочек и мам. Вот прям буквально на выходных на этих столько маленьких девочек. Даже дошкалят. Уже играют, уже тренируются. Так что... Пошел процесс, да? Пошел, хорошо. Лена, твои одноклассники, когда узнали, что ты занимаешься футболом, как отнеслись? Да, все поддерживали. Все, на самом деле, спрашивали всегда. Да, я помню, когда приехали с первого чемпионата России до 14 лет, и я привезла медаль в школу, рассказала, показала, там все как бы... Ох ты, классно! И потом ВКонтакте, там, в одноклассниках очень многие до сих пор пишут. И учителя. Говорят, что гордятся, учителя, да, пишут. Ну, то есть прям приятно очень. Ирина, а вот ваша дочь-школьница, вы говорили, она хулиганила в школе. Ну, вот двойка за поведением была. Ну, бывало. Да, учительница пару раз писала в дневнике. А за что ее хвалили обычно? На собраниях, да, народически хвалили всегда. В первую очередь мне всегда благодарность за то, что учится хорошо, легко с ней работать. Несмотря на поведение? Ну, бывало с поведением. Ну, а так учеба перекрывала, наверное, все. Лена, когда ты поняла, что футбол – вот это самое главное для тебя занятие? Ну, наверное, когда мы попали в профессиональную команду. То есть мы переросли вот этот этап юношеский, и со мной подписали контракт, и я оказалась в команде мастеров. То есть вот это вот, когда ты приходишь на игры, подаешь сначала мячи и смотришь на девочек, которые играют, а потом ты оказываешься с ними в команде, вот этот момент, он переломный. То есть ты тогда понимаешь, что вот оно все, походу я здесь, и вот начинаешь уже осознавать, что это профессионально действительно серьезно. А сколько лет тебе было когда-то? 14. 14 лет я подписала. Да, и Саенко сказал, чтобы жили все на базе, для нас это тоже был шок. Да, нас забрали из дома, поселили на спортивную базу, то есть 14 до 17 лет мы, по сути, росли там. Приходила на выходной. Это был первый момент, когда дочка уехала из дома, да? Да, да. Помните его? Да. По ощущениям? Да. Был шок. Но вы же все равно понимали, что все будет хорошо, или приходилось себя уговаривать? Иван Саенко, он нас пригласил. Иван Саенко, простите, это тренер был. Это тренер профессиональной команды уже в России, да. Как его было по отчеству? Иван Васильевич. Иван Васильевич, да, пригласил нас с Даниловой мамой, в Царстве Енебесной, Лениной маме, и мы пришли на базу. Он показывал нам номера, где они там будут жить, все рассказывал, возил нас еще на какое-то там, что там было? Офис. В офис возил, да, показывал все награды, там, команды энергии, успокаивал нас как мог, ну, в общем-то. Но это же, в принципе, было недалеко от дома. Недалеко, да. Мы могли в любое время прийти, посмотреть, что там у них. Приезжали, контролировали? Да. Ну, бывало. Телефонов не было, я помню. Телефонов не было, да. У нас был домашний. Сторожа нас там пропускали. На базе стоял, и мы бились за то, что кто первый позвонит домой. Ну, потому что мы тогда только вот эти аналоговые были телефоны, и все. Или на футбольном поле, ручкой. Помахать. Встретиться в глазах. Да, да, да. Лена, для тебя это было тоже какой-то момент, что уехала из дома? Или сам? Очень тяжело было первое время. Мы там все, на самом деле, очень переживали. Ну, представьте, девочке 14 лет, всех забрали из дома, поселили на базу, и сказали, что на выходной только домой. Ну, конечно, шок. То есть мы сначала все там дружно плакали, потом дружно смеялись, потом опять плакали. Но понимали, что футбол все-таки нами движет, и мы безумно хотели добиться результатов. И, наверное, это перекрывало. То есть выходя на тренировку, выходя в игру, ну, там, забывали. А потом со временем уже адаптировались, поняли, что, ну, так тоже хорошо. Домой все равно приезжаем, видим родных. Сколько ты проработала в «Энергии»? Оттуда я ушла в 17 лет, если не ошибаюсь, с 14 до 17, и потом в «Рязань-ВДВ». То есть это первый раз, когда я уехала из города. Другие условия, другую команду. Мама дрогнула в этот момент? Это была чередой шок или уже какая-то была адаптация? Да нет, это уже было... Не дрогнула, да? Нет, это уже было нормально все. То есть следующая команда была «Рязань». Да, «Рязань-ВДВ». Она также выступала за «ЦСКА», «Россиянка» и «Спартак». Сейчас ненадолго прервемся, продолжим через несколько минут. Мама знает все на Авторадио. Одна из немногих российских футболисток, выступавших за рубежом, Елена Терехова, провела сезон в «Американской Индиане», в составе которой стала чемпионом Соединенных Штатов Америки. В качестве игрока она также выступала за многие российские клубы. Коллекция достижений Тереховой в качестве игрока включает победу в Кубке России, серебряную и бронзовую медаль первенства России, титул чемпиона России, притом неоднократно, а четырежды, ну и так далее, и так далее. Конечно же, не забываем про чемпионат Европы в составе молодежной сборной, серебро универсиады. Это еще минут на несколько, мы сейчас будем продолжать все это. Эта программа «Мама знает все» – проект, созданный по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка» в студии ведущих Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Продолжаем. Лена, в принципе, у тебя достаточно много команд по карьере было. Ну да, получается, что много. Но мы по кругу так, на самом деле, забавно походили. Ну да, потом опять приходили в «Энергию». С Рязани мы уехали в московский «Спартак» на тот год, один год поиграли, потом в Америку, потом нас вернули в «Россиянку», сказали, что ваше место в России, что вы должны быть здесь, а не мотаться там ни по каким штатам. Потом опять попали в «Энергию», потом опять в «Фризань» и в «Москва». Ну то есть такое как бы... Ну почему-то вы сами не захотели больше в Америке оставаться. Ну там сложная история, это на самом деле программы не хватит, чтобы это все рассказать. Ну давайте попробуем все-таки. Вот когда ты была в Америке, начнем с того, как ты туда попал. Давай, хорошо, вот так. Мы выиграли чемпионат Европы, нас заметил тренер Шек Барковский. Чемпионат Европы это с молодежкой? Да, до 19 лет. Сначала он позвал Лену Данилову, а потом понял, что она одна не поедет. И такой говорит, ну у тебя же там еще есть напарница, которая тебе передачи раздают голевые, давай ее тоже. И что-то мы как-то начали общаться, разговаривать. На самом деле было очень сложно, потому что нам особо никто не помогал, не подсказывал. Ну то есть как-то мы и с тренерами это не обсуждали, мы сами принимали решение. Давай попробуем, а давай. Но у нас свой страх и риск получается. Да, ну то есть мы решили, что ну раз мы молодые, почему нет, надо пробовать. То есть приглашают, и в общем мы с ней дали добро. А менеджеры, юристы, агенты? Никого не было, мы сами все, мы проверяли, смотрели контракт. Ну на самом деле из-за этого как раз появились проблемы, потому что нужен был человек, который за нами следит и проверяет всю документацию. А мы что, маленькие, наивные, молодые девочки, которые захотели попробовать себя в Америке. Вам 20 лет, да? Нам 20 лет, да. И подписали контракты, и нам выслали билеты, дали программу, потренировались и уехали. Вот. Там все было замечательно, все классно, все круто. Просто там нюансы по контрактам потом всплыли определенные. А чем американский футбол круче нашего? Да всем круче, популярностью, количеством, качеством. Там зрителей больше, его любят больше, да? Да, да, да. Там это просто спорт, номер один для девушек в Штатах. Серьезно? Конечно. Даже на таком уровне? Да. Там в каждой школе есть школьная команда, то есть это обязательное условие, там все мечтают стать Алекс Морганом, ну то есть если вы знаете, там знаменитая футболистка американская. А что тебе наоборот не понравилось в Штатах с профессиональной точки зрения? Наверное, нет такого. А тебе вообще играть там давали или ты сидела на скамейке запасных? Как? Ну я там сыграла все игры в основном в составе, вошла в список 33 лучших футболисток Америки, то есть там было три сборные, то есть первая топ, вторая и третья, я вот вошла во вторую. Ничего себе. Да. А футбол там грубее? Он атлетичнее, он очень мощнее, там девочки все рослые, то есть было сложновато на самом деле там сначала адаптироваться, но благодаря тому, что я быстрая и техничная, как бы я там брала своими плюсами. Не габаритами, да, а скоростью и техникой. А на тот момент, вот ты говорила, Эминем помог тебе, выучить английский язык, как было с языком, как ты общалась? Ну вот я уже приехала туда с каким-то, с базой для английского, я, ну на самом деле еще учительница в школе была классная, она нам очень хорошую базу заложила, и я нахваталась еще вот с песнями, а еще очень на самом деле помогали кассеты, где был перевод русский, вот этот запоздалый, когда ты слышишь фразу, бейлик какой-то идет, а потом тебе переводят, и ты почему-то это запоминала, это откладывалось. Ну, в общем, я приехала уже туда с каким-то багажом, в конце уже, когда я уезжала, мне сказали, что у меня очень классный английский, даже без акцента практически разговаривали. А девчонки, когда в «Энергии» играли, иностранки, кто переводил все? Лена. То есть уже с таким, с хорошим опытом, ну, погружение, потому что было полное. Да, и когда в «Энергии» играла, и почему-то все время интервью брали только у нее, вот в Воронежской новости, всегда она была. Ну нет, ну почему? Да, ну Данилова, а в основном ты всегда, потому что правильно умела говорить. И в том сезоне, в котором ты, Лена, играла за «Индиану», команда стала чемпионом США. Да, и финалист кубка, ну, кубок не выиграли, но в финале тоже отыграли. Вас там на руках не носили? Ну, было классно, на самом деле, вообще. В финал во Флориде играли, чествовали нас, прям вообще им прикольно было. То есть там отношение к футболу все-таки действительно другое, к женскому футболу. Другое, другое, правда. Там, ну, люди относятся, болельщики приходят, они никогда не осудят тебя, то есть зачем тебе это нужно, там еще что-то. А остаться в Америке предлагали? Предлагали, но была сложность. Нам сказали, что вы сейчас уедете, и почти больше полугода мы вам не будем платить деньги. Вы там в России потусуйтесь пока, а потом возвращайтесь. Как бы очень сложная ситуация была. Ну, там, помогали семье, да, там, ну, нам не на что было жить, по сути. Ну, зарплаты были небольшие, и мы как это мы потом останемся, а потом что? Ну, то есть было больше вопросов, чем ответов, поэтому мы приняли решение, что, ну, не очень это нам выгодно. То есть мы приехали в октябре, а потом в мае мы должны были вернуться обратно в Америку. А что зимой делать? Обычный клуб здесь местный, никто не возьмет, потому что чемпионата уже в это время нет, он заканчивается. И что мы будем делать? Ну, как бы мы задавали эти вопросы. Ну, вот как раз и встала проблема, что мы писали контракты, не совсем понимали, что там, видимо, написано, хотя нам все переводили. Ну, молоденькие были, не понимали. И потом, плюс еще сверху нам начали говорить, что вот, если вы уедете туда, дорога в сборную вам будет закрыта, потому что мы вас оттуда вызывать не будем. И мы такие, блин, ну, что за дела? А вроде как от сборной отказываться невозможно. Ну, конечно, хотелось. В сборной России. Кто не хочет играть в сборную? А в России не было никаких карьерных осложнений из-за этого американского эпизода? Да, были сезон, мы, по сути, практически не могли играть, потому что пытались через суд расторгнуть наши контракты, занимались очень долго юристы этим, и тем самым у меня год из карьеры выпал. То есть я вроде была в команде, но играть не могла. То есть только в сентябре практически год прошел, у меня подтвердили, что я могу уже участвовать в играх. Вот это было, конечно, шоком. Тем более мы были молодые, нам хотелось играть. Наоборот, самый как раз возраст. Да, ну, благо в сборную вызывали на то время, то есть давали какой-то все равно опыт, то есть тренеры шли навстречу. Ну, понимаю просто, что вы еще и крутые футболистки. Слушай, а с технической точки зрения, и вообще с точки зрения подготовки как футболистки, тебе дала Америка вот каких-то баллов вверх-вперед? Конечно, очень сильно. Уверенности в себе, в первую очередь, скорее всего, потому что, приехав туда, я думала, что я там вообще играть не буду. То есть мне казалось, что да куда мне, ну что? А потом, когда я там забивала ведущие голы и была незаменимым игроком, то я поняла, что, ну, блин, я действительно чего-то стою, я молодец. Ну, то есть как бы вот в тот момент это пришло понимание. Ну, Лен, в итоге, ты никогда не пожалела о том, что не задержалась в США, что можно было как-то еще так продумать, поискать какие-то варианты? Ну, а вообще там еще предлагали бесплатное обучение в университете Нотердам. Да, это точно. Мы нам вечером сказали, подумайте, утром дайте ответ. То есть, а если нам оставаться там учиться, это было бы очень крутое образование, потому что, ну, университет был шикарный. Но нам надо было просто играть за эту команду, за место. Бесплатно. Бесплатно. Нам полностью оплачивали стипендию. И вот опять же, ну, очень многие моменты, то есть нам пришлось бы там жить 4 года, практически не возвращаться домой, забыть про зарплату. Потому что если тебе проплачивают стипендию, то ты работать не можешь профессиональной футболисткой. Ну, можно было бы подрабатывать тренером там в кафе где-то. Ну, мы поняли, что, ну, нет, это классное предложение, но, наверное, все-таки лучше в стране. И приняли решение, да, вернуться. Нет, я не жалею, на самом деле, о том, что так получилось. Я считаю, что сложилось все так, как должно было быть. Сейчас ты уже закончила игровую карьеру. Тебе жалко, не хватает? Или вот себя в новом амплуа ты полностью нашла? Первое время было очень тяжело. Сейчас я уже, в принципе, адаптировалась. Практически не тянет на поле. Иногда тянет, конечно, но я думаю, что это тоже временно. А расскажи подробнее о своей роли вот в Спартаке. Ты тренер, да? Я старший тренер команды Ю-16, которая образовалась буквально с начала этого года. Девочек мы отбирали по Москве, по Московской области. Несколько девочек у нас есть, приезжих, которые приезжают с регионов. И участвовали в чемпионате России Ю-16, которые РФС организовали, которые помогают продвигать. И Лен, вот особенно сейчас, как тренер, ты, наверное, видишь, какое большое влияние оказывает семья на футболиста, на футболистку? Конечно, конечно. Это очень видно. И отношения родителей, кто приезжает на игры, как они относятся. Например, для того, чтобы некоторым девочкам, мы говорим, вам нужно поработать с весом, допустим. И мы девочкам говорим, мы, первое, родителям говорим. Потому что и видно, там, допустим, есть девочки, которые там за 4 месяца уже 7-6 килограмм скинули. Ну, то есть, и думаешь, вот это спасибо родителям. Ведь девочка сама бы вряд ли до этого, то есть, дошла. Как бы, значит, есть такие, которые понимают. Как ты оцениваешь процент успеха именно твоих родителей в твоей карьере? Папа, безусловно, привел в этот спорт, показал, что он есть, и ему за это спасибо. Ну, а мама помогала, подсказывала, где-то успокаивала, не мешала, так скажем, знаете, хоть и была против, но никогда не лезла, что да, нет, не надо. Ну, то есть, окей, хорошо, значит так, значит так. Елена, спасибо огромное тебе за эту экспресс-беседу. Мы очень рады знакомству. Но сейчас вынуждена ненадолго прерваться, а с мамой после продолжим беседу. Спасибо вам большое. Мы продолжаем. Программа подготовлена с подачи Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Сегодня проект «Мама знает все» вновь погружается в женский футбол, и у нас в студии мама прославленной российской футболистки Елены Тереховой. Ирина, еще раз добрый вечер, продолжим сейчас. Ирина, мы вот с вашей дочерью сегодня довольно оперативно пробежались по клубам России, в которых Лена работала. Хочется немного подробностей. Кстати, хочу сообщить новость. В начале этого года Российский футбольный союз принял решение, которые должны активизировать женский футбол в стране. Для получения лицензии РФС мужские футбольные клубы теперь в обязательном порядке должны иметь женскую команду. Именно поэтому в начале года вновь появился женский «Спартак», который за свою историю неоднократно открывался, а потом закрывался. И именно в «Спартаке» теперь работает тренером нашей героини Елены Тереховой. Ирина, а вам какой клуб больше всего нравился из тех, где играла Лена? Россиянка, потому что они всегда выигрывали. А вот переход из одного клуба в другой для Лены и для вас, это было болезненно? Переживали? Не переживали. Я не знаю, как Лена, но мы не переживали. Нет, и, по-моему, она не переживала. То есть спокойная адаптация? Спокойная, конечно. Они девчонок все друг друга знали. И вот они ходили из клуба в клуб, вот у них было как прям, как и должно быть. А какая обстановка внутри команды? Вот женский коллектив, есть там какая-то конкуренция или они все были дружные очень, помогали друг другу? Никогда не жаловалась, что с кем-то были конфликты. Никогда. Лена говорит, что самые яркие впечатления, самые памятные моменты в основном у нее связаны с молодежной сборной. Вы тут ее поддерживаете? Да, да. А вы помните, как ее впервые включили в состав именно молодежной сборной? В «Энергии», когда девчонки играли, да, их вызвали первый раз, были рады, невозможно они. Ну, то есть вот тот самый эпизод, когда их первый раз вызвали? Первый раз они были очень довольны, да, девчонки были довольны. Конечно, престижно было. И что вот в Воронеже в сборную попали, в молодежную. А вот когда уже взрослая национальная сборная, как тут Далину пригласили? Сначала были в молодежной, а потом тренер у них Быстрицкий был, да, позвал девчонок Данилову, Морозову, Кожникову. Вот весь костяк, который был и в «Энергии», и в «Россиянке», все дружно перешли в сборную. Но особых успехов наша взрослая женская сборная пока не добилась, увы, к сожалению. По этому поводу следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, насколько тяжело перешагнуть через поражение и как-то так вот уверенно идти дальше, собравшись навстречу новым победам? Ну, как говоришь, ничего, я все время оптимистка. В следующую игру обязательно выиграете. Как-то я была уверена. Ну, сборная там, конечно, команды серьезные, серьезные. И Германия там очень много, и Швейцария серьезные. Ну, девчонки старались, но не такая подготовка, конечно. Ирина, ваша дочь как-то сказала, что только когда она с командой выиграла чемпионат России, когда ей вручили медали, по телевизору первый раз показали, вот только, пожалуй, тогда вы окончательно поняли, что футбол – это, в общем-то, не так уж и плохо. И тогда стали по полной программе «Дочка и гордиться». Конечно, конечно, всем рассказывала, всем статьи в газетах показывала, и по телевизору сколько раз смотрели, на все матчи ходили, да. Тогда уже было. А галы в исполнении вашей дочери запоминаете? Да, в Питере особенный был на чемпионате мира. Я не знаю, правда, как они называются. В девятку, по-моему, так. Это было шикарно, весь стадион там в шоке был. А вы тогда тоже присутствовали на матче? Да, да. Она же в составе молодежной сборной, когда завоевывали они золото на чемпионате Европы, тоже забила гол? Да много. И в финале, да, забила. Мы смотрели по телевизору, и приходили соседи. Это было, конечно, что-то. Потом, как они пенальцы все забивали. Потом, значит, их встречали, да, в аэропорту в Москве. Показывали уже по центральным каналам. Здорово. Ирина, а вот какая поездка Лены для вас была самая запоминающаяся? Она, по-моему, уже в какое-то время даже в Таиланде жила, когда там был чемпионат мира на острове каком-то. Да, когда она одна оттуда поехала. Одна? Вы так вздыхаете, как будто вы этому очень вернули. Да, ей было, наверное, лет 16 или 17. Она долетела до Парижа одна. А с Парижа, там, короткий промежуток времени, нужно было на этот тайландский рейс успеть. И вот она по аэропорту Деголя сама в такая маленькая рейс искала. А вот опять же про Америку. Ирина, принимая столь важное решение, как отъезд из страны, подписание контрактов с иностранной командой, дочь с вами советовалась или действовала уже самостоятельно? Да нет, сама. Вас это нигде не задевало? Задевало. Ну а что? Дочка самостоятельная? Ну да. Отговаривали. Отговаривали? Да. Она ни в какую? Ни в какую. Поехали. Это природное упрямство? Да, наверное. Верно. А это предложение, кстати, было единственным из-за рубежа или ее приглашали в другие западные команды? В какую-то страну приглашали, по-моему, Германию. Но она из России никуда не хотела уезжать. А вот тут какая ваша позиция? Надо было? Не надо? Нет, я думаю, не надо в Германии. Там очень сложно тоже, там сильные такие игроки. Мне кажется, там они бы не прижились в Германии. По-моему, Лена – это очень добрый человек, способный на благородные поступки, добрые поступки. Расскажите про то, как она относится к братьям нашим меньшим, к собакам, к кошкам. Ну, это у нее любовь. Она же, по-моему, мечтает открыть питомник. Да, мы бы с ней открыли питомник с удовольствием. Это вот любовь к животным, это от меня. Я всю свою жизнь, всю жизнь свою, сколько я себя помню, с собаками. Птички, попугайчики, сейчас кошка, собака и вот у Лены кот. Мы их просто обожаем. Был бы частый дом, мы бы сделали питомник. Возьмите меня с собой, я тоже планирую. Вот это хорошо. Приезжала, когда в Воронеж, у нас есть питомник бездомных собак. Она покупала корм, отвозила. Я не могла туда ехать. Тяжело просто. Мне тяжело. Я не смогу. Но идею вы свою не оставляете, да, что когда-нибудь все-таки вы сделаете эту историю. Я не могу пройти мимо. А правда, что Лена еще любит рыбалку? Да, в Турции рыбачила. Я так понимаю, что Лена это каким-то тоже считает таким определенным способом снять напряжение, расслабиться, возможно, даже тот же самый стресс какой-то снять. Да, у них когда выезжали, они на пикники с россиянкой, там у них постоянно были удочки. А вас никогда не брали на рыбалку? Я не любитель. Мне жалко всех. А, опять-таки именно с гуманистических соображений, что рыбку тоже жалко. Скажите, а вы на тренировках у своей дочери бывали? Ну, в детстве, когда у Тамилина была. А на взрослых тренировках уже когда? Нет, нет. Нет, это не для слабонервных уже? Ну, как-то то работа, у нас как-то время не совпадало. А когда маленькая была, да, возили. Не бывал момент, что жалко ее становилось на тренировке, что такая маленькая, что же там как? Маленькая она была маленькая, да, думаешь, господи, как же она там такие здоровые все девчонки, и она вот такая маленькая, худенькая. Ну, шустрая была, наверное, помогла математикой, шахматой, все это на поле, она хорошо ориентировалась. Ну, теперь Лена тоже на поле хорошо ориентируется, она уже руководит. Вот, Ирина, ваше идеальное представление о тренере. Лена вписывается? Да. То есть вы считаете ее хорошим тренером, это ее? Я думаю, да. Почему? Расскажите. Ну, это ее любовь, это ее призвание, это ее работа. Хотя она вот пробовала в школе работать, я у нее вчера спросила, в школу бы ты не пошла опять тренером? Она говорит, нет. Еще раз напомним, что сейчас Лена работает в Спартаке, в женской команде «Красно-белые кузницы кадров», которой предстоит выступать в юношеской футбольной лиге. Елена Терехова заявила о приостановке игровой карьеры и очень трогательно прокомментировала свое решение. «Это просто мой выбор на сегодняшний день, и как бы ни сложилась жизнь дальше, футбол навсегда останется в моем сердце. Спорт – это, пожалуй, лучшее, что придумало человечество, по крайней мере, для меня это так». Ирина, ну в вашей жизни, в вашем материнском сердце тоже футбол навсегда? Ну, получается так. Вы полюбили эту игру вместе со своей дочерью? За девчонками смотрю. Даже вот когда вот сборная, уже Лена не играет, смотрим, смотрим, переживаем. Потому что я многих девчонок знаю, и мне интересно. Спасибо вам большое, спасибо за нашу сегодняшнюю встречу, спасибо за то, что рассказали какие-то моменты, приоткрыли какие-то моменты, которых мы раньше не знали. Еще раз благодарим. Спасибо вам, девчонки. Спасибо, до свидания. Все выпуски программы «Мама знает все» доступны на подкаст-платформах «Яндекс.Музыка», «Эппл.Подкасты» и «Подкасты ВКонтакте» на сайте авторадио.ру и в социальных сетях сборной России по футболу. Самые близкие и важные в жизни люди – мамы – помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. «Мама знает все». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова